Страны-соседи Афганистана заинтересованы в реализации именно положительного сценария. Об этом было сказано в ходе шестого регионального диалога секретарей Советов безопасности советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана. Участники делегации единогласно выразили приверженность к тому, что урегулирование ситуации в Афганистане остается одним из главных приоритетов обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а достичь значимых результатов в борьбе с угрозами и вызовами можно лишь слаженными усилиями на всех уровнях межгосударственного взаимодействия. Необходимо, чтобы и афганское общество, и государственное власть понимали, что развитие страны в первую очередь зависит только от них самих, и для афганцев пришло время брать на себя за это ответственность. Афганистан должен принадлежать афганцам и дальше строиться руками самих афганцев. Эта многострадальная страна должна быть органично встроена в структуру межгосударственного сотрудничества и, на мой взгляд, она не должна быть использована иностранными, военными, финансовыми и политическими силами в своих интересах. Во встрече, где ключевым вопросом было обсуждение афганской проблематики, приняли участие советники по национальной безопасности и секретари советов безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. Заседание оказалось весьма плодотворным, в результате чего был принят ряд совместных решений, с которыми ознакомил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов. Страны-участники диалога заинтересованы в том, чтобы в Афганистане не было допущено эскалации процессов военного и террористического характера. Ставка на экономическое сотрудничество с Афганистаном однозначно работает на благо укрепления стабильности в этой стране и поддержания безопасности в регионе, а также разрешения тяжелейшей гуманитарной ситуации. Кыргызская республика твердо стоит на позициях скорейшего возвращения Афганистана во все сферы международного сотрудничества и создания для многострадального афганского народа всех необходимых условий для выхода из кризиса и налаживания мирной жизни. Наша страна готова оказывать всяческое содействие афганцам в укреплении своей государственности. Как было отмечено в ходе заседания, Кыргызстан в период середины 2021 года путем проведения нескольких гуманитарных миссий оказал помощь населению Афганистана и доставил более 230 тонн продовольствия и медикаментов, в том числе пострадавшим от землетрясения в афганской провинции Герат и афганским гражданам, проживающим в условиях географической изоляции и высокогорья на Большом и Малом Памире. Стоит отметить, что это шестое мероприятие по вопросам Афганистана. Предыдущая встреча прошла в Москве в феврале 2023 года.